Рад вас приветствовать на вебинаре, который у нас посвящен презентации компании Skyway Capital. Дайте мне, пожалуйста, узнать, слышно, видно меня хорошо, то, что в виде плюсиков в нашем чате вебинара. Сегодня на своем понедельник, пошла вторая неделя осени. Мехица сентября, который очень важен будет для развития нашего проекта. Мы ожидаем, что в этом месяце в еще большем количестве средств массовой информации заговорят о нашем проекте. Компании Skyway, группы компаний Skyway. И мы все ждем мероприятия, которые состоятся в 20-х числах на территории Евросоюза в Германии. У нас сегодня с вами информация непосредственно о компании Skyway Capital, о той возможности, которую она предлагает сегодня каждому, по сути дела, почти каждому жителю нашего земного шара. Стоит она будет из двух частей. Первая часть непосредственно о том продукте, можно так сказать, с которым мы работаем, о технологии, которую мы выводим на мировой транспортный рынок. Вторая часть непосредственно инвестиционное предложение компании Skyway Capital, что мы можем предложить нашим инвесторам, нашим партнерам. Сразу хочу сказать, что презентация, по сути дела, направлена в первую очередь на людей, которые пришли в первый раз слушать, либо пришли разобраться после информации, полученной от кого-то из партнеров. Чтобы эти люди могли в конце данного мероприятия задать свои вопросы, и желательно эти вопросы задавать в конце. Когда я задаю вопросы, есть ли что-то непонятное, остались ли какие-то вопросы. То есть на одной презентации, одновременная технология, предложение компании Skyway Capital, вы понимаете, невозможно дать полностью всю информацию. У нас есть отдельные вебинары, которые посвящены непосредственно технологии. Их в первую очередь проводит Александр Мунко, по воскресеньям на семейной встрече и по понедельникам. Два вебинара в 13-20 часов, где мы расскажем о технологии Юницкого в сравнении с теми технологиями, которые мы имеем на сегодняшний день, преимущества ее, перспективы использования и так далее. Поэтому о технологии мы с вами поговорим кратко. То есть посмотрим, когда что началось, что она из себя представляет и что проделано на сегодняшний день. К чему мы сегодня подошли? По проделам достаточно много, потому что мы вот так нагло заявляем, что реализация данной технологии уже вот-вот совсем не за горами. Итак, друзья, технология Skyway в переводе с английского языка это означает «небесные дороги». Данный человек, который вы сейчас видите на экране, является разработчиком данной технологии, генеральным конструктором, он же является президентом группы компании Skyway, которые занимаются введением на мировой транспортный рынок новой инновационной транспортной технологии. То есть, по сути дела, технология Skyway в первую очередь, там, львиную долю времени, когда мы о ней рассказываем, мы говорим о транспорте. Хотя струнные технологии это и строительство мостов, строительство взлетно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов, это строительство высотных зданий, строительство зданий коттеджного типа, тоже по струнным технологиям. Это транспорт. И вот больше времени мы уделяем транспорту. Почему? Потому что, в принципе, те транспортные системы, которые мы с вами используем в повседневной жизни, и их нельзя назвать совершенными, правильно? То есть, у них огромное количество недостатков, и большинство из которых как раз устраняет технологии, разработанные Атолием Гарричем Леницким, советским, белорусским, российским инженером, предпринимателем, изобретателем, который занимается внедрением своей технологии практически 39 лет. То есть, в следующем году будет 40 лет, с того момента, когда была подана первая заявка на изобретение. За время разработки своей технологии, внедрения ее, техноу-хау, которые он применил, да, дважды Организация Соединенных Наций выделяла денежные средства на развитие технологий, то есть, было выделено два гранта ООН. На основании экспертиз, на основании, скажем так, заключений, которые давали эксперты данной структуры, которые рекомендовали и увидели перспективу использованной технологии на просторах земного шара. Анатолий Гаррич Юницкий, в 80-х годах прошлого столетия, стал членом Федерации космонавтики СССР. Кстати, это одна из первых структур, которая признала перспективность струнных технологий, использованные их, ну, в первую очередь, в тот момент на территории Советского Союза. За время разработки технологий у него было порядка 140 различных изобретений, не только струнных технологий касаемо, и несколько десятков из них сегодня на практике уже применены, то есть и в химической промышленности, и в машиностроении. У него 18 монографий и более 200 различных научных работ, с большим пластом информации вы можете ознакомиться на сайте www.unitsky.com, адрес которого видите на данном слайде. Там есть большое количество технической информации, если вы хотите, скажем так, докопаться до формулы, разобраться, почему данная технология перспективна, почему она лучше, чем те, которые мы имеем на сегодняшний день. Вот, там есть большой объем видеоматериалов, есть, скажем так, вплоть до экспертиз, целого ряда институтов, в первую очередь, Российской Федерации, которые имеют отношение к науке, технике и транспорту, в первую очередь, да. Вот, есть видеоматериалы, то есть там есть, ну, большое количество роликов из новостей, которые были показаны в период, там, с 2000 по 2011 год, наверное, да, на целом ряде центральных каналов телевидения Российской Федерации, это не только, и региональные телевидения, даже были целые передачи, посвященные струнному транспорту. Там есть большое количество, скажем так, печатных материалов, как я говорил, экспертиз, оценок, и, в принципе, есть даже государственные контракты на строительство дорог по технологии струнного транспорта, которые разработал Анатолий Дарвич Ченицкий. Анатолий Дарвич, четыре высших образования, это инженер транспорта, патентные права изобретательства и проектирование строительства высоких зданий, инфраструктурных сооружений. Все эти знания сегодня реализовывают на практике технологии, которую группа компаний SkyWay вводит на международный транспортный рынок. На данном слайде перечислены преимущества данной технологии. Мы буквально быстро по ним пробежимся, после того, как посмотрим ролик. Для того, чтобы понять, что из себя представляет технология, я вам предлагаю посмотреть видеоролик двухминутный о технологии Transnet. То есть Transnet, как мы часто любим говорить на наших презентациях, это следующий шаг в истории развития человечества, это шаг в шестой технологический уклад, это новый мир, точнее новый вид мировой паутины. То есть мировая паутина под названием интернет, нам уже в большинстве случаев знакома, если вы находитесь на вебинаре, вы уже знаете, что это такое. Хотя вы знаете, интернет уже, скажем так, порядка двух-трех десятков лет шагает по планете. Обыденностью он для нас стал, наверное, последние 5-7 лет. И, по сути дела, технология, которая вошла в нашу жизнь, сегодня многие люди не представляют себе возможным. Мир без интернета. И действительно, эта технология создала огромное количество рабочих мест, потому что появилось огромное количество устройств. В разных странах мира собирают устройства, которые используют программы, которые пишутся в сфере интернет-технологий, в сфере, скажем так, информационных технологий. И много чего еще. То есть одна технология изменила жизнь человечества очень сильно. Я не могу утверждать на 100%, что это, скажем так, однозначно положительное изменение, потому что достаточно большое количество людей стали интернет-зависимыми и проводят свою жизнь все время, скажем так, в экране своего монитора, забывая обо всем том, что происходит в жизни. Но, тем не менее, если, скажем так, правильно относиться к этой технологии, то она может очень здорово помочь в жизни. И уже мы можем обучаться на расстоянии, общаться вот таким вот образом. И существует большое количество мессенджеров, которые позволяют людям общаться, находясь в разных уголках земного шара. Мы можем покупать вещи, продукты, мы можем переводить денежные средства и много чего еще благодаря технологии интернета. Так вот, транснет – это следующий шаг. Это мировая паутина перевозки грузов у людей, перемещения грузов у людей, которая вся впитает все преимущества интернета, которые мы используем сегодняшний день. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа транснета – жесткость струнного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанная в научном мире и проверенная годами испытаний запатентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, ролик наглядно показал, что из себя представляет данная технология. То есть эта транспортная технология второго уровня транспорт будет двигаться над землей. Высота эстакады, вы видели в ролике, она где-то там на высоте 3-5 метров. А вообще эстакада может находиться на уровне нескольких десятков сантиметров на земле до нескольких десятков и даже сотен метров. То есть если говорить о реализации городского транспорта между, скажем так, высотными зданиями внутри каких-то мегаполиса. Преимущества были какие-то перечислены в ролике. И в принципе кратко сейчас просто перечислю, что низко себестоимое строительство оказания транспортной услуги. То есть огромное количество ресурсов, огромное количество строительных материалов, экономить на строительстве данных дорог. Плюс ко всему сама эстакада, как заявляет генеральный конструктор, будет служить и порядка столетия. Соответственно не нужно ничего там ремонтировать каждые 2-3 года, что происходит обычно с автомобильными и железными дорогами. Хотя с другой стороны, вот каждую неделю у меня есть передача на канале Россия 24, где автомобилисты выкладывают свои ролики о качестве дорог в разных регионах Российской Федерации. Смотришь и ужасаешься. Впечатление, что дорог просто нет. Хотя это все снимается в крупных городах. То есть проблемы с дорогами у нас существуют уже многие сотни лет. Я думаю, многие из вас слышали выражение бисмарка, что в России две проблемы. Не буду дальше продолжать сразу. Вы хотите, найдете, если не знаете. Низкое энергопотребление, минимальный землеотвод, то есть сотни раз меньше, чем необходимо для строительства обычных автомобильных автомагистралей. Высочайший уровень автоматизации. То есть цель сделать транспорт полностью автоматическим, чтобы он не зависел от человеческого фактора. Высочайший степень безопасности. Но в первую очередь, вы понимаете, транспортные потоки людские будут разведены по уровням. Люди совершенно спокойно смогут перемещаться по поверхности планеты, не опасаясь, что кто-то на них наведет, собьет и так далее. То есть данная технология позволит нам сохранить миллионы человеческих жизней за ближайшие 100 лет. Потому что около миллиона человек погибает в ежегодных мобильных авариях и катастрофах. Я не считаю там аварии на авиационном транспорте, сюда какие-то тонут и так далее, и железные дороги в том числе. Минимальные инструкционные расходы можно использовать изобновляемые источники энергии, такие как электрические электростанции и солнечные батареи, которые можно размещать на эстакадах. Мало того, что технология высокоэкологична, она комфортна будет для людей, потому что низкий уровень шубы, низкий уровень вибрации. Скорость, потому что будут затронуть все три сегмента транспортного рынка, это городской, грузовой и высокоскоростной трактор. Городской сможет передвигаться со скоростью от 50 до 150 км в час, грузовой до 120 км в час и до 500 км в час, а в последнее время речь идет уже о 600 км в час, это высокоскоростной междугородием. То есть данная технология будет экономить огромное количество времени в пути, финансовых затрат, потому что не нужно будет ее, скажем так, поддерживать работоспособность в постоянные, влеводенежные средства, и быстрое срок окупаемости дорог, которые будут строиться по технологии, которые разработали Миним. Данный транспорт можно отнести к категории всепогодных и практически все рельефы. То есть высокий и достаточный уклон, там до 15% в некоторых случаях и до 30%. То есть данную дорогу можно изводить там в холмистое, в гористой местности и так далее. То есть нужно устроить серпантины, вкладывать большое количество денег, туннели и прочее, прочее, прочее. Это если кратко сказать о преимуществе технологии. Более подробно об этом обо всем вы можете прочитать на сайте либо послушать на вебинарах, посвященных технологиям, где будут показывать возможные видеоролики и многое другого. Кратко историю развития технологии струнного транспорта можно разбить на четыре этапа. И сегодня я вам скажу следующее, что мы находимся на четвертом этапе развития технологии. То есть мы находимся с вами в 2016 году. Первый этап был с конца 70-х годов до середины 90-х. Второй до 2000 года. Третий был этап во время существования в натуре даже сейчас, скажем так, в собственных руках испытательного полигона либо тестового участка, на котором было проведено большое количество испытаний. Отработан целый ряд методик струнного транспорта. Все это было на третьем этапе. А за все это время, до третьего этапа включительно, была и первая заявка на изобретение, и первая грант Советского фонда мира. Была проведена в 80-х годах в прошлом столетии международная конференция на территории Белоруссии в городе Гомеле по внеракетному освоению космоса. И речь о струнных технологиях на эту конференцию тоже уже заходила. Далее. Был отработан целый ряд методик, как я вам говорил. Были продувки на втором этапе развития технологии в аэродинамической трубе, то есть с целью придания наиболее обтекаемой формы подвесному составу. Были продемонстрированы действующие физические модели различного масштаба. Один в 5, один в 10, один в 15. За время, скажем так, первых трех этапов было выделено два гранта организации обменных наций на развитие данной технологии. Что еще хотелось бы отметить? То, что на третьем этапе, когда в подмосковном городе Азеры, это стоит небольшим километров от Москвы, был построен полигон, и вообще была цель тогда, скажем, аббициозно построить дорогу от Азер до Москвы. Все из вас, скажем так, являются пытливым умом, как я говорю. Вы можете найти фотографию, где заложен нулевой километр дороги Азер-Москва. В это время были заключены целый ряд государственных контрактов на строительство дорог по технологии, разработанные Битским, в целом ряде регионов России. Это все было на третьем этапе. То есть действительно на подмосковный полигон Азерах приезжал целый ряд международных герегаций, которые увидели, что из себя представляет транспорт будущего, как тогда говорили, да, и целый ряд государственных, скажем так, структур, имеющих отношение к науке, технике и транспорту, в первую очередь, давали свои экспертные оценки и заключения, почему данная технология является перспективной, и каковы ее преимущества по отношению к четырем системам транспортным, которые мы с вами используем в повседневной жизни. Автомобильный, железнодорожный, водный транспорт, речной и морской, и воздушный. Самолет и вертолет. Есть еще космические, скажем так, сфера, да, но она больше, наверное, научная, поэтому мы как транспорт ее не используем, потому что единицы людей поднимают в год над нашей планетой, а не тропятся на орбитальной станции, проводят какие-то опыты и так далее. Сегодня мы находимся на четвертом этапе. К сожалению, итогом, скажем так, третьего этапа развития технологии стал факт, что полигон в подмосковном городе Озер вместо того, чтобы развиваться, его быстро разобрали после госсовета, который проходил в Ульяновске, где технология была представлена президентом Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву на тот момент. Губернатор Ульяновской области сказал, что мы будем развивать этот транспорт в Ульяновском регионе и попросил внести, скажем так, в список поручений данную технологию, чтобы ее развивать на территории Российской Федерации. Было дано распоряжение Министерству транспорта изыскать около миллиарда рублей, но вот за неделю после госсовета полигон в подмосковном городе Озер разобрали и сейчас мы находимся на четвертом этапе, на котором Юнистки после многосисленных переговоров с людьми мира бизнеса с чиновниками разного уровня принял решение оценить технологию, то есть те ноу-хау, которые у нее есть, изобретения, то есть независимые европейские агентства и компании оценили данную технологию 400 миллиардов долларов США и на основании интеллектуальной собственности была зарегистрирована компанией Великой Британии. Было принято решение обратиться к частным лицам, к физическим лицам, таким, как мы с вами, с целью предложения стать совладельцами данной технологии, то есть Юнистки делятся долями этой компании, с вами, а вы можете на выгодных условиях приобрести себе какое-то количество долей, которые многократно могут увеличиться к концу 2017 года и по мере реализации технологии, скажем так, уже превратившись в акции в 2017 году, данные, пакеты, которые вы можете сегодня приобрести, увеличиваются, будут увеличиваться цены, потому что технология будет востребована и будет использована. Соответственно, она будет приносить пользу людям и будут акции только идти вверх. Что хотелось бы еще отметить, то есть первые инвестиции по методике краудинвест, ну, это платформа была выбрана, это извлечение денежных средств от физических лиц, по мере возможности, то есть никто не заставлял людей тратить бешеные деньги, закладывать по отсутствию то, что они хотят, разобрался в информации, прими решение, готов проинвестировать данный проект в акции владельца технологии, пожалуйста, можешь инвестировать в денежные средства. Важно понимать, что деньги, которые сегодня вкладываются в данную технологию, могут быть многократно приумножены с момента выхода на мировой транспортный рынок, а в дальнейшем по мере реализации данной технологии, по мере получения прибыли компании целого ряда адресных проектов, еще можно получать на те пакеты акции дивиденды, как обычная акционерная компания. Итак, первые инвестиции были сделаны в январе 2014 года. На данном слайде вы видите небольшой перечень, но гораздо больше тех структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения по технологии, когда был полигон под Москвом в городе Озера, это институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики транспорта, про организацию дневных наций мы сказали, Петербургский государственный университет в связи сообщения, Российская инженерная академия. За время разработки технологий было получено порядка 50 патентов и на различных международных форумах, особенно, скажем так, активно Анатолий Дарович принимал участие уже, скажем так, в нашем тысячелетии, было получено порядка 40 различных международных дипломов и наград. Это было в 2014 году, к которому можно добавить еще создание и открытие нашего научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь. Сегодня там работают 15 конструкторов киберонных бюро, в которых работает, скажем так, уже более сотни специалистов, цель которых реализация данной технологии. То есть, 14-й год, можно сказать, был установочным, и я помню, когда пришел работать компания, для нас было, скажем так, большим праздником услышать какую-то новость, которая, как правило, создалась раз в месяц, раз в два месяца у развития технологий. 15-й год стал ключевым и переломным, потому что именно в этом году группа компаний Skyway нашла участок местности в Нинской области недалеко от города Марина-Горка, порядка 36 гектар, немножко меньше, и приняла решение бороться за него, потому что на лето был намечен аукцион, на июнь месяц, на котором мы окончательно могли получить данный участок местности для разработки и внедрения данной технологии, скажем так, строительственной территории этого участка, тестового участка, сейчас называется ЭкоТехноПарк. В феврале месяце 2015 года началась деятельность компании Skyway Capital, 24 февраля прошла первая презентация, далее, в 2015 году были, скажем так, довольно эффективные конструктивные переговоры в Удненных Арабских Эмиратах, было два раунда, да, о перспективе сотрудничества с партнерами в этой стране, и было предложено, скажем так, несколько вариантов реализации линейного города на территории Эмирата Абудаби. Далее, в июне месяце, таки, состоялся аукцион, о котором я вам говорил, 22-го числа и 29-го числа была внесена запись в Единый государственный регистр недвижимого имущества Республики Беларусь, то, что участок возле города Марьино-Горка в Пуховичском районе и закреплено за предприятием струнной технологии генеральным директором которого является Анатолий Дарвич. В июле начались, скажем так, первые изыскательные работы на территории Котехнопарка и в августе началось строительство тестовых участков. И цель этого какова? Вообще, скажем так, наша деятельность, она направлена на что? Мы привлекаем инвестиции к цели финансирования строительства вот этого участка. Можно сказать, сейчас, центра демонстрации сертификации. И задача такая, чтобы продемонстрировать все три вида транспорта SkyWay, провести сертификационные работы и выйти к 2017 году на мировой рынок уже с готовой технологией. Вот для чего привлекаются ваши инвестиции. И сегодня еще пока предоставляется возможность каждому человеку, кто примет участие в этом проекте, стать владельцем данной технологии. Потому что, когда, скажем, необходимое количество денежных средств будет собрано, у людей останется только одна возможность в дальнейшем принимать участие в отдельных взятых адресных проектов. Кто инвестирует сегодня, он в перспективе может иметь возможность получать дивиденды со всех проектов, где будет реализована технология. Те, кто придут позже, иметь такой возможности не будет. Я говорю обычно это позже, но скажу сейчас. Данная инвестиция, по сути дела, это такая инвестиция, которая, как правило, в развитых странах, там есть миллионеры, миллиардеры, доступна только очень богатым людям. То есть обычно люди с подобным инвестициям доступа не имеют. Что хотелось сказать еще про 2015 год. В 2015 году в сентябре был получен так называемый международный инвестиционный код ценной бумаги. То есть это та процедура, которую проходят все компании, акции которых сегодня статируются на международных инвестиционных рынках. Также в сентябре состоялось первое посещение территории наших концентрских бюро в Минске и территории Эпи-технопарка автористской делегации во главе с экс-министром транспорта Южной Австралии Родом Хоком. Человеком, который реализовал несколько крупных проектов на территории Южной Австралии и он приехал посмотреть, что из себя представляет данная технология. После общения с Анатолией очень низким Родхук принял решение активно развивать данную технологию на территории австралийского континента, что в принципе он доказывает каждый месяц у нас появляется большое количество новостей сегодня о том, где проходила презентация, на каких каналах телевизионных и, скажем так, на радиоканалах Родхук рассказывал и переступил к использованию данной технологии и о том, что к концу 16-го года планируется начало строительства может быть даже не в одном месте дорог по технологии разработанного до вида Родхук Далее осенью уже 15-го года группа компаний Skyway компания струнной технологии приняла участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь» и часть денежных средств была, скажем так, влита в наш проект из этого тендера. И в ноябре 15-го года группа компаний Skyway перешла на новый метод работы привлечения инвестиций посредством продажи пакетов «Даляй компания» в рассрочку. Это стало выгодно нашим инвесторам, потому что они могут инвестировать небольшие денежные средства и ежемесячно стать обладателем крупного пакета «Даляй компания». Это стало выгодной компанией, потому что на период на 8, на 10, на 9 месяцев мы можем видеть, какие потенциальные денежные средства к нам компании приходят, потому что у группы компаний Skyway с 2014 по 2017 год существует 15-этапный план внедрения данной технологии. На каждом этапе необходимо выполнить определенный перечень работ, финансированный, который мы обеспечиваем путем привлечения инвестиций от физических лиц, частных инвесторов, таким как «Зляйтесь вы». Сегодня мы находимся на 7-м этапе, который высока вероятность скоро подойдет к концу, и мы перейдем на 8-й этап развития технологии. Потому что у нас очень, как я вам сказал, в сентябре месяце ждет целый ряд событий. 2016 год. Чем он интересен? Я вам рассказывал о том, что Анатолий Дарочевницкий был полигон в подмосковном городе Озеры, после которого был в госсовет и Дмитрий Медведев обратил внимание на нашу технологию. В начале этого года Анатолий Дарочевницкий написал письмо премьеру Российской Федерации, поблагодарил его за то, что он обратил внимание на тройные технологии. И те, кто из вас посмотрит ролик, увидит, там Медведев говорит, что найдете инвестиции, найдете денежные средства, пожалуйста, развивайте. Анатолий Дарочевницкий написал, что мы решили вопрос, который вы подняли тогда на госсовете. Предлагаем вас в конце года посетить наш эко-технопарк, чтобы увидеть, что из себя представляет транспорт уже в ближайшее будущее. В феврале 11 числа после презентации данной технологии Минтранте Российской Федерации экспертный совет Министерства транспорта РФ признал технологию, разработанную Анатолий Дарочевницким, инновационно. То есть это важный шаг был в начале 2016 года, потому что два года проходилось постоянно слушать, что вы занимаетесь непонятно чем, какая-то там финансовая пирамида и так далее, но вы понимаете, что пирамидальный какой-то хайповский проект Министерства транспорта признавать инновационным не будет. Далее, заседание комиссии в марте месяце также подтвердило, скажем так, перспективность использования данной технологии на территории Российской Федерации, потому что признали данной технологии перспективно. То есть было дан сано распоряжением комитета по импортозамещающим технологиям Минтранта присмотреться, разобраться и после демонстрации на территории Эко-технопарка в конце этого года конкретно уже по конкретным проектам рассчитать, что и как, почему выгоднее и так далее. Важным мероприятием, про которое я уже вам говорил, станет транспортный форум, который пройдет на территории Евросоюза в городе Берлине с 20 по 23 сентября вот это вот. То есть в этом месяце буквально через 2 недели. Приглашение пришло в нашу компанию от устроителей данного форума, там будет порядка 2800 с лишним или 2900 компаний и в категории транспортной инновации будет представлена наша технология. Анатолий Дарович, уникальный принял решение на данном мероприятии показать полномасштабные действующие масштабы 1 к 1, городской имбус и так называемый лини-байк, потому что у нас на территории Эко-технопарка строится еще и легкая трасса так называемая. И все это будет происходить с 20 по 23 число. И 23 числа после окончания выставки с 18 до 21 часа будет проходить международная конференция, на которой будет по-моему порядка 150 наших партнеров из целого ряда стран, наверное, в первую очередь европейских стран. Планок на 16 год это закончить строительство городской трассы, то есть продемонстрировать ее в действии, закончить строительство легкой трассы Skyway, это осенний байк, и к концу 16-го, начало 17-го года закончить строительство грузовой трассы, строительство которой началось порядка месяца назад. Это погрузочный-разгрузочный терминал, геникары, сыпучие грузы по всей видимости будут продемонстрированы, что из себя представляет грузовую трассу Skyway. На 17-й год планируется строительство и отработка высокоскоростного Skyway. Задача, как я вам говорил, к концу 17-го года сертифицировать технологию и уйти с ней на мировой транспортный рынок. За последние, наверное, полгода, все чаще и чаще в различных средствах массовой информации рассказывают о технологии Skyway. Это и интернет-издания, это печатные издания, это телевизионные каналы, это различные радиостанции. Причем как на территории страны Skyway, так и в Европе, так и в Австралии. Как я вам говорю, что в Австралии в последнее время мы как минимум одну новость в неделю, то есть что на очередном каком-то телевизионном канале рассказывали про Skyway и так далее. Здесь далеко не весь перечень, вы можете зайти в раздел СМИ и посмотреть, то есть какие средства массовой информации освещалась технология, разработанная и низким. Ну, для примера могу сказать, например, в Европе состоялась крупная конференция наших инвесторов в Словакии, был заключен договор о взаимодействии со Словакским транспортным университетом. Цель, скажем так, этого договора создание адресных проектов на территории Словакии, на территории Центральной Европы. Уже потом, через неделю после данного мероприятия на Словакском телевидении вышла передача о том, что в городе метро планируется, скажем так, сравнить транспорт с разработанными мистиками и принять решение в пользу какого транспорта то есть что мы будем строить. Преимущества явные видны и технологии разработаны на той же мистике. Ну, чтобы не быть мирноголословным о том, что от нас все чаще и чаще говорят в крестах массовой информации, я вам сейчас включу ролик, который займет порядка трех минут. Это Центральный канал телевидения Республики Беларусь. Таких центральных каналов, скажем так, есть практически как минимум один в каждой стране и в передаче, которая подводит итоги дня наподобие вести времени на Первом канале в России была дана информация о развитии технологии Skyrim. В мире на данный момент нет похожей технологии. Автобусы над головой. Новая транспортная система пока в качестве эксперимента заработает в Мариной Горке. На так называемом Юнибусе уже мечтает прокатиться Кристина Страх. В Мариной Горке завершается строительство новой транспортной системы. Это высокоскоростной колесный транспорт, который движется по навесным рельсам. Проект демонстрационный, располагается на территории бывшего танкового полигона, который сейчас больше похож на парк. Именно так видят разработчики дороги будущего без ущерба для экологии. Строительство идет два года и первые итоги можно будет увидеть уже осенью. С технологиями будущего познакомилась Кристина Страх. От Гомеля до Гродно за час и это картинка недалекого будущего. Будущее уже наступило. По крайней мере, именно так утверждают разработчики новой транспортной системы. Сейчас строительство завершается в Мариной Горке. Высокоскоростное передвижение и экологически чистая среда вокруг. Основа концепции. Площадь стройплощадки 36 гектаров. Это пока демонстрационная модель. Эта технология не мешает экологической сущности на данной территории. У нас уже высажено 2,5 гектара садовых деревьев. Облагораживается пруд выкопан, рыба разведена, пчелы у нас свои заведены. Технологии, объясняют авторы идеи, несложные. В основе лежит колесо, оно движется по идеально ровным рельсам. А подвижной состав специальной формы, это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить высокую скорость и плавность перемещения. Конструкция может располагаться на разной высоте, от 10 до 100 метров и выше. Это в итоге позволит построить такую дорогу в труднодоступных местах. На испытательном полигоне в Мариной Горке возводят три трассы. Пассажирскую, грузовую и прогулочную. Вот эта трасса по планам откроется уже осенью. Пока ее протяженность 950 метров, но в следующем году планируется построить еще 15 километров. Именно тогда, по словам разработчиков, состав сможет разогнаться до 500 километров в час. Так называемый юнибус напоминает автобус. Они по расчетам будут двух типов. Подвесные передвигаются на специальных струнах для города и навесные рельсовые междугородние. Первые в теории смогут разогнаться до 150 километров в час, вторые до 600. Сейчас подвижной состав уже собирают на заводе в Минске. Материалы мы используем самые современные для изготовления подвижного состава. Это склавы алюминия высокопрочные для рамы, допустим. В качестве всекления мы высокопрочный поликарбонат используем. Для корпуса, для облицовки используем в частности стеклопластики. Поэтому подвижной состав у нас легкий. В успехе проекта и в самом деле как будто из фильмов разработчики не сомневаются. В теории по их расчетам все должно заработать идеально. Что произойдет на практике узнаем уже этой осенью. Именно тогда запустят первый тестовый состав. Кристина Страх, Анатолий Долотовский, Юрий Тихонович, Агентство Теленовостей. Почему нас акцентировали внимание непосредственно на белорусском телевидении? Наверное, в первую очередь потому, что и работы все основные у нас по строительству тестового участка проходят в Белоруссии. В принципе, компания создает рабочие места, компания развивает технологию, и задача, как я вам говорил, продемонстрировать действие уже полномасштабной, скажем так, действующей городской трассы в этом году. Вот. Что еще хотелось бы сказать? В последнее время большое количество новостей, то, что транспортные средства фактически готовы к отправке на мероприятие, которое будет проходить в Берлине, да, это на транс. То, что у нас поставлены анкерные опоры в конце прошлой недели для легкой трассы, для трассы ини-байков. В принципе, все это легко можно найти на сайте нашей компании и с этой информацией ознакомиться. Теперь непосредственно компания Skyway Capital. Как я вам говорил, работать она начала в 2015 году, 24 февраля была сделана первая презентация. Цель работы компании это привлечение инвестиций. Зарегистрирована она в Великобритании, является официальным партнером группы компаний Skyway на основе, скажем так, микрофинансирования привлекательных инвестиций. То есть, своей деятельностью способствует, конечно же, выводу данного вида транспорта на мировой транспортный рынок. И платформа, которая была выбрана, в принципе, она та же самая, что компания ResolSystem, которая начала привлекать инвестиций в 2014 году. Это Краутинвестиций. Потому что данная платформа себя оправдала. Люди приходят в наш проект, становятся владельцами технологий, денежные средства напрямую идут непосредственно на строительство экотехнопарка сегодня, и на оплату и заказ комплектующих узлов, агрегатов, которые необходимы для того, чтобы все это продемонстрировать на территории экотехнопарка. Задачи, которые ставит перед собой компания Skyway с одной стороны просты, а не просто сказать, но, скажем так, деятельность довольно активная и достаточно сложная, потому что мы работаем с каждым один взятым инвестором и, тем не менее, успешно продолжаем развиваться. Сегодня порядка 78 метров, в территории которых люди стали инвесторами в нашем проекте. Задача это привлечь максимальное количество инвесторов в наш проект на основе микрофинансирования, то есть стать владельцами технологий, стать владельцем пакета долей компании сегодня может абсолютно любой человек, потому что стоимость минимального пакета порядка 15 долларов в США это в районе тысячи рублей российских. Вы можете проинвестировать такие денежные средства и стать владельцем минимального пакета. Задача, которую мы ставим перед собой, это еще создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, чтобы комфортно, прямо не выходя из дома, могли разобраться в информации, могли получить ответы на свои вопросы от службы технической поддержки, от отдела информационной поддержки, которая работает в Москве с 10 утра до 19 вечера по Москве и в итоге принять решение взвесить все за и против и стать инвестором в нашем проекте. Конечно же, обеспечение вас всей информацией полезной о развитии группы компаний Skyway, о развитии технологий и о развитии компаний Skyway Capital в Чахте. Что мы на сегодняшний день имеем? Мы сегодня имеем, скажем так, целый ряд инвестиционных пакетов, мы говорим об инвестициях, то есть инвестиции в принципе это то, что вам может принести доход, ну будем говорить так, в недалеком будущем, потому что, скажем так, те инвестиции, которые вы делаете сегодня, завтра получаете в 2 раза больше, они, как правило, делаются в хайповские пирамидальные проекты и огромное количество людей в них проигрывают. Здесь, когда вы инвестируете в компанию Skyway Capital, вы становитесь владельцами технологиями. То есть, данные у вас заносятся в реестр данного реестра держателя, вы можете заказать себе выписки из реестра, то есть увидеть, каким пакетом акций такое количество, с какого номера акций по какой вы владеете. Как я вам говорю, минимальные инвестиции в наш проект составляют 15 долларов США. В принципе, это та инвестиция, которую может сделать абсолютно любый человек. Я никого не хочу обидеть, но даже люди из категории пенсионеров, которые у нас сегодня не относятся к социально защищенным своим населением, студенты, могут совладиться на таких пакетах. Может быть и больше. Чем дороже пакет, а вот эквивалент, скажем так, пакетов у нас доллару, вот он, вот он столбик, тем больше количество акций, количество долей компании в этом пакете. То есть, на выходе вы получаете более выгодные условия. То есть, у нас есть так называемый дисконт, это третий столбик на данной страничке. Это уровень доходности по каждому пакету. То есть, минимально ваши деньги сегодня могут быть приумножены в 36 раз. Если вы инвестируете минимальный пакет, берете стоимостью 15 долларов, на выходе в котором будет 540 долей компании, skyway, если вы, например, приобретете пакет стоимостью 1000 долларов, то на выходе вы получите 180 тысяч долей, то есть 180 тысяч акций в будущем. Как мы говорили, в 2017 году предполагаемая цена, я не могу сказать, что это будет на 100%, но руководство компании предполагает, что каждая отдельно взятая акция будет стоить порядка одного доллара США. Соответственно, если вы сегодня инвестируете 1000, на выходе будет 180 тысяч долларов. И так далее. максимальная инвестиция из стандартного прайса СА, это вот он сейчас и есть перед вами, составляет 150 тысяч долларов, на выходе человек получает более 52 миллионов акций нашей компании. То есть это потенциальный миллионер. Это стандартный лист, стандартный прайс в разделе инвестировать личного кабинета. Далее у нас есть пакет, который в первую очередь конечно же приурочен к мероприятию, которое будет проходить в Берлине. Он называется «Инотранс». Введен он был в личный кабинет в июне месяц, при переходе на седьмой этап развития компании. И идея, скажем так, приобретения данного пакета следующая. То есть если вы приобретаете в личном кабинете, вот у нас на желтом фоне выделен данный пакет, пакет за 1000 долларов, то его уровень доходности будет не 180, как мы видели на предыдущем слайде, а 235 раз. То есть вы получаете 235 ключа. Если вы по истечении не более месяца после покупки первого пакета приобретаете второй, то это будет еще дополнительно 270 ключа. Если третий, опять же, не менее месяц, не более нюх, 290 тысяч, и если четвертый раз успеваете, еще 300 тысяч акций нашей компании. Так как до инотранса осталось буквально две недели, то есть, конечно же, время для людей, которые хотят приобрести пакеты инотранс, немножко сжало. Потому что четыре раза нужно купить именно в этот промежуток времени. Но никто вас не заставляет, например, сегодня покупать все четыре, вы можете купить один пакет, 235 тысяч акций получить, вы можете купить два потом, еще 270, у вас будет 505. То есть, уровень доходности здесь выше, чем в стандартном профиле. Для людей, которые у нас проживают на территории развитых стран, стран центральной и западной Европы, были введены пакеты далее компании номиналом 5 тысяч, 10 тысяч, 25 тысяч и 50 тысяч долларов. Помимо всего прочего, помимо того количества акций, которые вы видите на экране, от 1 миллиона 400 до 16 миллионов 750 тысяч, у этих людей появляется возможность посетить территорию Экотехнопарка, когда у нас там будет проходить мероприятие, и высадить свое именное дерево, а с пакетами, начиная с 20 тысяч до 50, это дерево редкой породы, как тут написано, эксклюзивное. Далее, у нас есть еще возможность, помимо всего прочего, когда вы становитесь инвестором, у вас доход как бы в ожидаемом недалеком будущем, есть возможность получать доход благодаря партнерской программе. О ней два слова скажу сегодня, более подробно завтра в 18 часов по Москве. Для тех людей, которые у нас активно развивают партнерскую структуру, работают по партнерской программе, есть специальные пакеты с очень выгодным дисконтом, которые позволяют приобрести за довольно небольшие деньги очень приличное количество акций. Например, пакет, который стоит 1800 долларов, до тех же 1000 долларов, например, на выходе у него сразу в 250 тысячах. Помните, стандартный профит 1000 долларов, 180 тысяч. Но это вы можете приобрести только с бонусного счета компании. Четыре пакета стоимостью 250, 400 тысяч и 1800 долларов. Хорошим дисконтом. Дисконт 318 на последнем. Максимально у нас сегодня на пакете 150 тысяч долларов составляет 350 раз. Далее, у нас есть выгодное приобретение пакетов далее компаний, как я вам говорил, где-то с ноября, с конца ноября прошлого года в рассрочку. То есть у нас есть стандартные пакеты, к которым мы уже привыкли, они действуют с 20-го всего января, называются они старт, сеньор, стабильный и бизнес. И вы можете приобрести, ежемесячно инвестируя там 25, 50, 100 долларов, 200 долларов в месяц, рассрочка идет у нас на 10, 8, 10, 9 месяцев. Соответственно, выплачивая по 25 долларов в месяц, вы можете получить на выходе 26 250 акций нашей компании. А если в процессе выплаты рассрочки сделаете 2-й на платеж, что это значит? Вы купили пакет, оплатили положенную рассрочку, 25 долларов, например, и не более чем через сутки заплатили еще раз, вам будет дополнительно начислено 9 тысяч. На пакете сеньор это 21 тысяч, 60 на пакете стабильный и 144 тысяч акций на пакете бизнеса. То есть фактически вы получаете не 405, а 549 тысяч акций нашей компании. Далее, для людей, которые проживают опять же в развитых странах, странах Западной Европы, Центральной Европы, есть пакеты в рассрочку, номиналом, конечно, поболее чем 25 50 100 200. Это 500 долларов, на тысячи тысяча, две с половиной и 5 тысяч долларов. С выгодным дисконтом и на выходе вы получаете уже миллионы. Далее нашей компании, соответственно, высока вероятность, что вы потенциальный миллионер. И есть возможность оформить два пакета, которые называются «Малыш и студент» на своих детей. На детей, которым сегодня, скажем так, от одного дня жизни до 17 лет. Номинал 65 долларов в месяц, да, на 9 месяцев рассрочка, либо 150 долларов в месяц на 9 месяцев рассрочка. Здесь также есть условие, если вы делаете двойное платье, что вам может быть начислено либо 30 тысяч акций дополнительно в момент окончания выплаты рассрочки, либо 85 тысяч акций. И плюс, если вы, скажем так, добросовестный платежщик рассрочки, вам начисляется дополнительно по окончанию выплаты 5 тысяч акций на, у нас есть еще премиальный счет компании, да, либо 10 тысяч акций, если вы выбрали по тех судьбе. Это те инвестиционные пакеты, которые у нас сегодня есть. И вам самим, вы сами вправе выбрать, какую инвестицию вам сделать сегодня. 15 долларов, значит 15 долларов, 30, значит 30. Если вы готовы оплачивать ежемесячную рассрочку, 25 долларов, например, да, и это составляет не более там 1% от вашего дохода, не более 5%, может быть, даже не более 10% вашего ежемесячного дохода, то вы можете стать по логике крупного пакета долей компании, нашей компании в Кайзотеке. У нас есть возможность еще зарабатывать деньги сегодня, не дожидаясь выхода группы компаний SkyWay с технологией на транспортный рынок и с теми пакетами, которые вы сегодня приобретаете на рынок инвестиций. Это благодаря нашей партнерской программе. То есть вы можете создать бизнес, бизнес, который может приносить вам даже остаточный доход. Потому что у нас есть люди, которые покупают не один пакет долей компании и ждут, когда они получат дивиденды или проводовый пакет, а в процессе, скажем так, движения они могут развивать партнерскую программу, докупать себе, скажем, пакеты долей компании, соответственно эти инвестиции становятся периодическими. Ну а те, кто знаком с финансовой грамотностью, у нас таких людей тоже достаточно много в нашем проекте, они знают, что ежемесячно инвестируя небольшие денежные кресла, можно стать владельцами крупного такого-то пакета долей компании в любом проекте и в нашем обществе. Мало того, благодаря развитию партнерской программы у нас одно из преимуществ, что есть бонусный счет, это куда вы зарабатываете деньги, есть акционный счет. Так вот бонусный счет позволяет вам зарабатывать деньги бонусный счет, это счет, который компания до сих пор оставляет, это подарочный, то есть вас вознаграждают тем, что вы популяризируете наш проект, вы даете информацию своему окружению, либо в последней жизни, либо в мире интернета, люди по вашей реферальной ссылке регистрируются, делают какой-то товар, оборот, приобретают для себя пакеты долей компании, а вам за это начисляется положенный процент по партнерке на бонусный счет и половина этих денег на акционы. Даже проинвестировав 15 долларов в США, вы можете стать крупным инвестором нашего проекта, активно ведется партнерской программе. При этом вам не придется, скажем так, ворочать мешки с цементом, переносить тяжести, заниматься тяжелым физическим трудом, вам надо будет работать с информацией. Простым образом, желательно, скажем так, вместе с наставником, который вам дал данную информацию, приглашая людей на подобные мероприятия, где они могут получать информацию от людей, которые сами не знают, зачастую вы знаете, в своем отечестве пророка нет. Так вот, чтобы этого не стучало, чтобы он сам не приходил сам оправдываться и доказывать, что да, вы стоматолог, вы решили, например, стать инвестором и сегодня грамотный инвестор, приглашайте людей на мероприятия, которые проходят в таком формате, либо в живом, в ваших городах и странах. Я вижу, что в Беларуси люди задают вопросы, я знаю, что в этом месяце презентация в Беларуси прошла, одна уже прошла в Алковыске, будет две презентации в Минске, одна будет презентация в Брессе и каждую неделю в городе Гродно по четвергам проходят живые презентации проекта компании SkyWay. Преимуществ партнерской программы гораздо больше, мы основные здесь видели, я говорил, что инвестируя даже 15 долларов в США, вы можете стать крупным инвестором нашего проекта, докупая потом акции с опционного счета, например, да, либо в донусном на выгодных условиях, вы видели у нас пакеты такие есть. У нас никто вас не заставляет ежемесячно делать какую-то активность, выполнять жесткий товарооборот, то есть подтверждать свою квалификацию, подвинетесь по карьерной лестнице, подноситесь к программе наверх, соответственно, будет соответствовать более высокому уровню и упасть обратно вы не можете. Достаточно высокий процент, который вы можете получать от привлекаемых инвестиций. Слово 24 уровня максимальные деньги вы получаете, когда привлекаете непосредственно своим трудом инвестиций с первого поколения от 15 до 20 процентов и от 0,1,5 до 7 процентов в глубину вашей структуры. Вас никто не ограничивает по количеству тех людей, которым вы можете дать информацию и пригласить в наш проект. И, как я говорил, бонусное вознаграждение начисляется и на бонусный счет, и на акционный счет, делая вас крупным инвестором нашего проекта. Для тех, кто работает по партнерской программе, у нас есть перечень инструментов партнера, которые вы можете использовать для того, чтобы развивать бизнес. В панели инструментов нашего личного кабинета в разделе инструменты партнера вы можете найти план вознаграждения, с которым можно ознакомиться, посмотреть, что, откуда проистекает. Мало того, скачать себе на компьютер, и если вы можете доносить информацию своему окружению, просто этот маркетинг план рассказывает тем людям, которые вас окружают. Реферальные ссылки это первый инструмент, по которому, скажем так, определяются в дальнейшем ваши партнеры. Вы даете эти реферальные ссылки посредством интернета, будь то на электронную почту, в соцсетях, посредством мессенджер, то есть люди могут ознакомиться с информацией, зарегистрироваться, и таким образом становиться вашими реферальными партнерами. Если будет происходить товарооборот, соответственно, вы будете получать процент, соответственно, с планового награждения, о котором я кратко говорил немного ранее. Дальше, для людей, у которых есть свои сайты, блоги, интернет-страницы, есть возможность установить баннер. из порядка 60 видов, вы заходите, копируете HTML-код, и там при нажатии на баннер люди могут переходить либо на лейдинг инвестора, либо на сайт нашей компании, где они могут почитать, ознакомить с информацией, нажать кнопку регистрации, стать вашими реферальными партнерами. Также к инструментам можно отнести в разделе события «Разъем новостей». Внутри личного кабинета возле каждой новости есть несколько кнопочек, ведущих в социальной сети. Если вы напротив понравившихся новостей, нажмите на кнопку соцсетей, разместите короткий комментарий, что данная информация отразится на вашей странице. И в ваших группах, где вы находитесь, у друзей, которые есть у вас в соцсетях, появится информация о том, что вы добавили ко всей этой информации. Они с ним могут ознакомиться, точно так же нажать кнопку регистрации, и таким образом у вас появляются реферальные партнеры из мира интернета. С инструментом можно отнести вебинары, которые у нас проходят ежедневно, подобные мероприятия по маркетинг-плану, по адресным проектам, по юридическим вопросам, как строить бизнес по партнерской программе Григория Мирошниченко. Для людей, которые на себя берут дополнительную ответственность и становятся региональными лидерами нашей компании, есть еще дополнительные вебинары. То есть было бы желание получать информацию, развиваться и приглашать, кстати, новичков на подобные мероприятия. Далее, живые презентации, которые у нас проходят, как я говорил, в целом ряде городов и стран. Обучающие мероприятия в мире интернета. Все это можно найти в разделе события нашего личного кабинета. Там есть расписание онлайн мероприятий и расписание презентации живых, которые проходят в разных городах и странах. Приглашайте на эти мероприятия своих партнеров, они получат информацию, задают свои вопросы. Соответственно, высокая вероятность, что у вас после данных мероприятий получится какое-то количество партнеров или инвесторов в вашей структуре. Я не могу сказать, что 100% будет, но тем не менее, будете приглашать людей. Такая вероятность есть. Не будет никого. Как я уже говорил, у нас работает служба круглосуточной технической поддержки. Она уже, скажем так, реализована уже более года назад, как люди работают 24 часа в сутки. То есть у нас посменно работает определенное количество людей на удаленке, которые могут ответить на большинство ваших вопросов. Я не говорю, что на всех. Обратиться к службе технической поддержки просто справа, когда вы заходите на страницу нашего сайта, есть панелька, клипы по которой открывается окошко, куда вы можете писать свои вопросы. Вы можете задать вопрос, вы видите, заказать обратный звонок. Этим уже будем заниматься мы же отделом информационной поддержки. По большому счету, это, наверное, та информация, которую я хотел вам дать на сегодняшний день. Цель, как я вам говорю, презентации, не рассказать обо всем, обо всех тонкостях технологий, обо всех тонкостях маркетинг-плана, о том, кем вы являетесь и так далее. Важно понимать, что принять участие в нашем проекте это возможность стать частью действительно крупного инновационного, инвестиционного проекта. В последнее время по слову инвестив, оно все чаще и чаще появляется на каналах телевидения, в прессе и так далее. Все бы мы хотели приумножить и денежные средства, у кого-то они большие, у кого-то нет, чтобы хорошо себя чувствовать в недалеком будущем. Это, в принципе, отличная возможность, благодаря технологии транспортной, нагло заявил, что, в принципе, сегодня к транспорту и необходимости транспорта гораздо выше даже, чем использование мира интернета. Более 90% людей, проживающих на планете Земля, в большей или меньшей степени зависит от транспорта. От интернета сегодня, поверьте, гораздо меньшее количество людей. То есть интернетом еще не так охлажден земной шар. А вот двигаться, перемещаться нам с вами нужно. Главное понять, что преимущество данной технологии в том, что мы можем людей, которые нам дороги, близки, которых мы любим. Мы можем встречаться не раз в 5 лет, либо не раз в неделю в скайпе по вечерам и целовать через экран. А гораздо чаще видеть. Потому что это и быстрее перемещение, и дешевле. Что тоже очень важно. Близко всему, если вы примете участие в нашем проекте, у вас будет моральное право, моральное удовлетворение, то, что вы не пропустили данную возможность. И в гордых можете рассказывать своим детям и внукам, почему они живут в доставке, благодаря чему все это происходит. На данном слайде вы видите координаты нашей компании в Москве. Нас достаточно просто найти. Если вы хотите вживую прийти, мы находимся далеко от метрополюбовской, либо серпуховская. Главное, что если вы примете решение посетить наш офис здесь в Москве, предварительно позвоните по телефону, на который вы видите на экран. Договориться с менеджером, который вас встретит, даст вам необходимую информацию. Конечно, это важно, чтобы это было не на полный день, чтобы вы могли прийти, посмотреть, что мы живы, что мы здесь работаем, скрыгаемся, до блага реализации технологии. И вы можете посмотреть, где мы находимся. На данном этапе у меня, в принципе, все. Что касаемо целого ряда вопросов, которые я вижу, смотрите, Татьяна, не могу сейчас сам твердо ответить, потому что сам в Берлине летал. Да, у нас несколько аэропортов, и в принципе, в Берлин у нас могут летать самолеты из Фнуково, из Шереметьево, из Домогенова. Я вам рекомендую зайти на сайт, просто в интернет зайти, да, и задать поезд там. Самолетом Москва-Берлин. Забить число, и вам высотятся рейсы, которые в этот день летят. В принципе, найти их не сложно. По поводу ссылок или контакт ведущих в Республике Беларусь. Кто такие ведущие, если вы уточните, будет гораздо проще. По поводу официальности в Республике Беларусь. Тоже уточните, потому что наше предприятие струнные технологии, оно зарегистрировано в Республике Беларусь, у нее есть свои, скажем так, координаты и так далее. ИТО, да, ИТО, индивидуальный предприниматель. Чуть подробнее просто. Я вот как бы ИТО, да, я понимаю, что это, но... Нет, представительство не обязательно. Абсолютно, чтобы сотрудничать с нами, не нужно быть каким-то представителем, вы просто можете быть инвестором и при этом получать доход. Вы подписки, кстати, договоры взаимодействия, когда становитесь инвестором в нашем проекте. По поводу, вот если вы хотите стать региональным лидером, да, я вам рекомендую сделать следующее. Смотрите, Сергей, вы заходите, если я это предполагаю, у вас зовут. Вы заходите, вот Александр сейчас из МИАСа тоже говорю, смотрите, вы заходите на сайт компании Skyway. Давайте я вам сейчас постараюсь открыть свой рабочий стол. и покажу, где это находится. Ну, первое, что нужно сделать, хорошо? Так, я начал трансляцию. Надеюсь, у вас она тоже пошла. Заходим на сайт Skyway Capital. А, нет, это Skyway Sites System, извините. Система. Вот, прямо на главной странице, на странице сайта компании Skyway Capital, сейчас мы это объявление на сто акций уберем, да, смотрите, раздел о компании, глобальные лидеры и региональные лидеры. Вот, о компании, глобальные лидеры, региональные лидеры. Когда мы нажимаем региональные лидеры, у нас на этой странице сжато дается информация, дальше идут фотографии региональных лидеров, а вот запись на собеседование, чтобы стать региональным лидером, вот здесь написано «Сотор». Если вы ее нажмете, у вас откроется страница, в которой вам необходимо будет писать свои данные, чтобы с вами могли связаться и дальше уже общаться в этом направлении. Данным направлением у нас сегодня занимается Ирина Волкова, она проводит планерки по вторникам в один из утра для тех, кто... Если вы писали уже и вам не ответили, постарайтесь это сделать еще раз, вы заполняли форму, вы заполняли форму, вот, так, чем бы вам помочь? Необходимо найти контакт Ирины Волковой, я сейчас постараюсь, может, делать нельзя, но тем не менее, раз уж вы это сделали, у вас не получилось, сейчас с вами скинуем встать человека. Попробуйте постучаться и в запросе прямо написать, да, что вы хотите стать региональным лидером, что вы писали заявку и вам не ответили. Так, одну минутку, сейчас вопрос, мне чуть-чуть надо найти данные. Так. Так, какие еще есть опросы коллеги, если про мне этого напишите в чате, так. Вот логин скайпа, копируйте его тебе, и оттравьте запрос, в котором напишите, что вы хотите стать региональным лидером. Хорошо? По поводу того, что Сибиряков обещал, но не сложно сказать, то есть, а что вы с ним общались, он обещал, дай бог, тоже он это сделает. Вы знаете, Павел, охранение сертификата занимает, ну, там, от суток до нескольких дней, потому что в последнее время, я знаю, было много инвесторов, много инвестиций, поэтому долгое время не занимает. Мало того, я могу сказать, что сведения о вас, как инвесторе нашей компании, передаются в корневую, скажем так, компанию, либо в реестр основного реестродержателя каждый месяц. Потом у вас появляется возможность заказать сертификат, либо корневой компании оплатить, точнее, заказать сертификат за 10 долларов, который вам на бумажном носителе, может пройти домой, либо выписку просто нажать, и вы увидите, каким пакетом долей компании вы владеете. Что у нас еще по поводу конференции, Татьяна, вы спрашиваете, будет ли там трансляция, да, ну, наверное, Сибиряков будет, как всегда, вещать со своего, как его называют, перископа, да, но будет ли прямая трансляция в интернет, я не хочу вас разочаровать, может быть, будет, может быть, нет. То есть, как бы, нигде пока среди людей, организаторов мероприятия данного не акцентировать внимание о том, что будет вестись трансляция в интернете. Так, ну, вроде бы, как вопросов больше, я смотрю, у вас нет. Вы знаете, поддержка, Александр, она, как бы, есть, но поддержка по результату деятельности, да, вот то, что вы спрашиваете, поддержка на открытии, там, представительства, сейчас это называется немножко по-другому, региональный лидер, есть там, юридическая форма подписания, тоже взаимодействия, да, и есть определенный процент, если вы создаете товарооборот в своем регионе на поддержку вашего бизнеса. Мы делаем акцент именно на этом. В первую очередь, деньги выделяются на развитие бизнеса. Возможно, вам нужно и давать помещение, там, печатать материалы, вы можете заказать и так далее. Если деньги остаются, соответственно, вы можете распоряжаться и так это считать можно. То есть, это не просто как бы зарплата какая-то, да, это результат. А, я понял, Татьяна, вы знаете, но вы являетесь региональным лидером, правильно, в городе Кирове, если не ошибаюсь, у вас есть возможность в чате лидеров написать данный вопрос, выйти, возможно, напрямую на Ларису Артамонову, да, и так далее, и задать уже вопрос как бы в лоб, потому что поначалу, я помню, да, акцентирую внимание на 24 число, сейчас делали 23. То есть, вот как быть в этом случае, я пока вам ответить не готов. По поводу раздаточного материала, Александр, вы знаете, вот как раз таки мы возвращаемся к чему. У нас в личном кабинете партнера есть уже целый ряд буклетов по технологии, там, да, вот, есть возможность там скачать маркетинг-план цветной и так далее, и так далее. То есть, если вы строите структуру, если вы создаете товарооборот, вы получаете какой-то процент от того, что вы делаете, вы можете напечатать эти брошюры, акцент делается на этом. То есть, в личном кабинете есть документы, которые можно сделать в виде раздаточного материала. Посмотрите в разделе документов. Коллеги, если больше вопросов нет ко мне, то, в принципе, могу сказать вам следующее, что завтра с вами готов встретиться на мероприятии по маркетингу-плану по партнерской программе. В среду высокая вероятность, что мы с вами пообщаемся по новому кабинету. То есть, я сам до конца с ним разберусь, вы знаете, что у нас в бета-версии вышло нового личного кабинета, поэтому те, кто сегодня присутствует, я вам рекомендую, в принципе, в среду в 17 часов быть. Потому что тот кабинет скоро будет ходиться уже, как мы говорим, боевой, если вы его не видели, если у вас есть большое количество людей, которые не видели нового кабинета, пригласите их, и мы поговорим в течение часа, что у нас там где будет находиться, как он будет выглядеть и так далее, и так далее. Далее у нас будет опять же презентация в четверг в 18, там в пятницу в 13 маркетинговый план. Помимо всего прочего, смотрите за мероприятиями, которые у нас проходят каждый день. Презентации на разных языках, и немецкий, и эстонский бывают, и французский язык, венгерский, словацкий и так далее. По поводу, кто летит в Москву через Берлин, мне трудно ответить. Может кто-то из ваших коллег, которые сейчас находятся на вебинаре, на этот вопрос найдет ответ. У меня же на этом все. Хочу вас поблагодарить, что были сегодня на вебинаре. Всем отличной осени, даже если идет дождь, как у нас в Москве, холодный осенний дождь. Отличного настроения. Ну и до новых встреч на наших вебинарах. Лето подходит к концу, возможно, скажем так, занятость на дачах либо где-то еще отпуска закончится, и у людей появится желание, ну по крайней мере, до новогодних праздников приложить какие-то усилия, найти перспективное применение своим денежным средством, физическим усилиям, моральным и так далее. Приглашайте людей в наш проект. Возможно, это то, что люди искали все уже. До новых встреч на наших вебинарах, вебинарах. Великобританию